Всем уже известно, что сахар вреден для здоровья. Сейчас многие люди хотят просто убрать этот продукт из рациона. Но что делать сладкоежкам, которые даже боятся представить свою жизнь без сладкого? Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня познакомимся с продуктами, которые помогут отказаться от сахара. Ну и конечно, чтобы не пропустить полезные видео про здоровье, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Выбирая сладкие продукты, необходимо отдавать предпочтение тем, которые содержат меньше углеводов и не приводят к очень резкому повышению сахара в крови. Вспомните, что сахар – это рафинированный продукт, и он не содержит никаких витаминов. Мы же выделили 5 групп продуктов, которые не только помогут забыть о сахаре, но и принесут пользу всему организму. Сладкие фрукты и ягоды. Если вы не едите сахар, это очень большой успех. Но это не означает, что его нельзя заменить. Фрукты и ягоды не только помогают избавиться от сладкой зависимости, но и насыщают организм огромным количеством витаминов и микроэлементов. Съешьте яблоко, и вы получите необходимую дозу клетчатки и пектина для хорошего пищеварения, железо – для поддержания кроветворения, и йода – для здоровья щитовидной железы. В свежем банане много калия, без которого невозможна работа сердечной мышцы человека. Все цитрусовые фрукты достаточно сладкие и содержат витамин С. А вы знали, что он не образуется в организме человека, и его запасы постоянно нужно пополнять. Еще витамин С разрушается при 70 градусах, поэтому в термически обработанной пище его нет. Суточную потребность витамини С можно покрыть, съев лишь четвертинку от свежего апельсина. Вспомним и про гранат. Он полезен при воспалительных заболеваниях кишечника за счет наличия в нем пуникалгина, который обладает противовоспалительным и обезболивающим свойствами. Еще гранат богат витаминами группы В, которые необходимы для нормальной работы нервной системы. Гранат достаточно сладок, но при этом обладает низкой калорийностью. Очень полезны для худеющих ягоды, так как в них мало углеводов. Выбирайте ягоды черного цвета. Они самые витаминизированные. Самое главное, есть их без термической обработки. Нельзя забывать и про арбуз, который просто обязан быть в рационе каждой беременной женщины. Арбуз – рекордсмен по содержанию фолиевой кислоты. Дефицит фолиевой кислоты доказано приводит к нарушениям внутриутробного развития и врожденным дефектам плода. Кроме того, арбуз обладает мочегонным эффектом и помогает избавиться от отеков. Сухофрукты и цукаты. Если хочется сладкого, а фруктов вы уже наелись, то можно использовать сухофрукты и цукаты. Сюда относят такие продукты, как изюм, чернослив, сушеная курага, сушеные бананы, финики. В этих продуктах тоже есть витамины, но больше углеводов. Они очень сладкие, и их употребление нужно ограничивать. Например, не стоит есть больше трех фиников в день, а изюма не больше 10-15 штучек. Кушайте 3-4 штучки чернослива, и вас не будут беспокоить запоры. Сушеная курага крайне полезна для сердца. Она содержит правильные пропорции калия и магния. Сладкие овощи. Среди овощей самыми сладкими являются морковь, свекла и тыква. Из этих овощей с добавлением яблочного пюре готовят пастилу. Есть эти овощи можно в отварном, запеченном и свежем виде. Они обладают сладким вкусом и не требуют добавления сахара. При такой сладости овощи весьма малокалорийны, но очень ценны для здоровья. Тыква и морковь – кладезь бета-каротина, из которого в нашем организме образуется витамин А. Он поддерживает красоту кожи и необходим для здоровья глаз. Поэтому, заменив привычные шоколадки на отварную сладкую тыкву или морковь, вы заметно подправите свое зрение. Именно благодаря бета-каротину наши глаза могут различать все цвета радужного спектра. При недостатке витамина А развивается так называемая куриная слепота, когда человек ничего не видит в сумерках. Не менее полезно употреблять свеклу, в которой много железа и антиоксидантов. Именно они окрашивают ее в фиолетовый цвет. Употребление продуктов, содержащих антиоксиданты, считается признанной профилактикой рака. Антиоксиданты борются со свободными радикалами кислорода, которые разрушают ДНК наших клеток и делают их раковыми. Сахарозаменители Сахарозаменители можно разделить на две группы – бескалорийные и калорийные. К бескалорийным сахарозаменителям относят сукралозу и эритрит. Их также называют синтетическими заменителями сахара. Эритрит состоит из двух аминокислот, а сукралозу производят путем хлорирования обычного сахара. Эти два вещества часто встречаются на полках магазинов. Купить их можно в отделе для диабетиков в любом супермаркете. Противопоказанием к их употреблению считается только индивидуальная непереносимость. А сукралозу можно использовать даже при беременности и кормлении грудью. Сукралоза и эритрит в разы слаще сахара, но не обладают никакой энергетической ценностью. Сукралоза и вовсе не всасывается в кишечники. Тем не менее, они вызывают в организме выброс инсулина, что плохо сказывается на углеводном обмене. Поэтому употреблять синтетические сахарозаменители следует как можно реже. Вторая группа сахарозаменителей имеет натуральный состав. Обычно это финиковый или кленовый сироп. Чистая фруктоза – сироп топинамбура. Эти вещества содержат природный сахар и обладают определенной энергетической ценностью. Считается, что они слаще сахара, за счет чего снижается их расход и потребление. Очень удобно использовать эти сахарозаменители в выпечке, так как они, в отличие от первых, не теряют вкуса при термической обработке. Но все же их использование нужно дозировать, так как они тоже приводят к выбросу инсулина и резкому повышению сахара в крови. Сахарозаменители – это продукты исключения, когда тяга к сладкому очень сильная. В этой же группе стоит отметить такой продукт, как инулин. Зачастую производители синтетических сахарозаменителей добавляют его в состав своих продуктов. Он обладает слабым сладковатым привкусом и является питанием для нормальной микрофлоры кишечника. Употребление инулина поможет решить проблемы с хроническими запорами. Его полезно добавлять в чай или кофе, а еще можно использовать для выпечки. Еще раз отметим, что инулин не сильно сладкий, но из-за его очевидной пользы мы не могли его не добавить в этот перечень. Мед. Мед – продукт, который необходимо есть в очень маленьких количествах, не больше одной чайной ложки в день. Людям с диабетом он тоже не противопоказан, несмотря на наличие в его составе большого количества углеводов. Поэтому для роли сахарозаменителя мед подходит идеально. Для поддержания иммунитета мед обязательно должен быть в рационе. Он обладает выраженным антибактериальным и противовирусным эффектом. Всегда храните дома мед на случай простудных заболеваний. Чай с имбирем и ложка меда помогут вам быстро встать на ноги. Мед с мякотью алоэ является мощным средством для лечения кашля. Исключая сахар, не обязательно ставить крест на всей сладкой пище. Полезные сладости имеют полное право быть на вашем столе. Фрукты, мед, финики и другие продукты помогут оздоровить организм и справиться с зависимостью от сахара. Спасибо за просмотр! А какие сладкие продукты есть в вашей продуктовой корзине? Расскажите в комментариях. И чтобы не пропустить полезные видео про здоровье, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Будьте здоровы! Продолжение следует...